Давай, он тоже поздоровай. Что-то про тебя спрашивал. Ну, давай, помаши лапкой лесятам. Привет, лесята! Он такой невеселый. Ребята, у него всегда такое лицо, как будто бы я его истязаю. Это неправда. Всем привет, ребята! Я очень рада вас видеть на своем АСМР-канале. Как всегда, с вами Лиса. И сегодня у нас долгожданный традиционный макбанг чаепития. Я планировала записать это видео еще вчера, ребят, но что-то так и не собралось. Ну, сами понимаете, воскресенье было не до того. Поэтому наливайте себе поскорее кружечку чего-нибудь подрящего, что прекрасно подойдет для понедельника, чтобы добраться сил на всю будущую неделю. У меня, как всегда, чай с бергамотом. Боже, слышите, это мурчит. И посмотрите, какие у меня сегодня вкусняшки. Это муж мне привез из Крыма. Он был в командировке в Крыму. И вот в субботу вернулся. Посмотрите на эту красоту. Это Ассорти. Из Рахат Лакума. Постараюсь вам показать поближе. Не знаю, поймается мой фокус или нет. Хочется, чтобы, конечно же, поймался. Вот такие они все разные. Красивые. А это халва. Белая халва с орехами кэшью и кургой. Тут уже на тебе орешек торчит. Ого. Сейчас такую росту не достанешь. Попробуем. М-м-м. Сладкая. Очень вкусно. Люблю халву. Я не зря вам показала в начале видео Антошу. Потому что сегодня я хочу вам рассказать одну вообще грустную историю, но с хэппи-эндом. Историю о том, как он потерялся. И я уже думала, честно говоря, что я его не смогу найти. Я даже не знаю, с какой начать. Вот это, наверное, с медалю. Очень вкусно. Я люблю вообще такие вот все восточные сладости. Рахатлогу, халву, пахлаву. Ну что, начинаю рассказывать. Не могу оторваться. Короче говоря, Антоша тогда был... Мне было еще даже годика. Я жила в Донецке. И, собственно, покупала его там. Ну, как покупала. Я взяла его на большом железнодорожном рынке. На ШД рынке. Была такая маленькая улочка, где постоянно продавали, раздавали, отдавали ненужных щенков, котят. Ну, всякую такую же жизнь. Вот. И я там его за 20 гривен. Это в эквиваленте на рублича-то около 50 рублей. Ну, по тому курсу. И я его купила. Ему был где-то месяц. Он был очень хорошеньким котенком. Я постараюсь в это видео повставлять несколько фотографий, чтобы вы посмотрели на него, какой он был, когда был маленький. Вот. И так он у меня жил уже где-то полгода. То есть он в августе на день рождения. Я в сентябре его уже взяла. А вся эта история, которую я рассказываю, произошла в мае. В тот год в Донецке проводился Еврочемпионат по футболу. У нас там был такой шикарный. Ну, как был он? Сейчас есть стадион Донбасс-арена. Ну, вот на этом стадионе проводился Чемпионат мира по футболу. Это было очень грандиозное, масштабное событие. Естественно, город к нему готовился как бы много месяцев задолго до этого. И как там получилось? Я жила уже на тот момент отдельно от родителей. Правда, с соседями с ними, да? И окна моей квартиры в том числе и балкон выходили на центральную улицу города. Попробую желтенькую. Слышите шум? Это на улице газонокосилка. Наверное, ничего не могу с этим взять. Такое ощущение, что она банановая. Желтенькая. И, короче говоря, в рамках подготовки к Чемпионату все фасады домов, которые выходят на центральную улицу города, ну, старенькие домов, имеется в виду, да? Хрущевок. Они обшивались такими пластиковыми, типа как коробами, да? То есть как эта вся конструкция выглядела? Вот у меня был, допустим, балкон с рамами, застекленный. И как бы перед домом устанавливался еще вот этот вот короб с пластиковыми перекрытиями, с окнами раздвижными. То есть у меня получилось как двойное такое двойное застекление на балконе. Открываешь окно балкона, а там еще перед ним вот это пластиковое нагромождение. И там тоже были окна, получается, такие раздвижные. Ну, так вот. Теплое время в годы в Донецке обычно очень жаркое время. Поэтому уже в начале мая довольно-таки тепло. У меня всегда все окна были на распашку, на балконе. Вот это мои собственные эти рамы. Вот эти вот раздвижные на этой пластиковом покрытии. Я все всегда открывала, чтобы был какой-то доступ к воздуху с улицы. Дверь балкона всегда была открыта. Короче говоря, мы подходим к ульминациям мы его расскажем. В один из маленьких праздников, я уже не помню, то ли на 3-е, то ли на 9-е мая, у меня справилась громадная компания народа из моего института, друзья. У нас было, наверное, человек 10-15 точно. Где-то вот в районе такого. Для моей однокомнатной квартиры это было целое нашествие. В общем, было весело. Песни, танцы и вот это вот все. В итоге народ разошелся от меня где-то часа в 4 утра. Я легла спать. На следующий день приснулась уже ближе к обеду. Я понимаю, что я не вижу кота. Я его Ахиллес, Ахиллес, на тот момент его звали еще Ахиллес. Зову-зову, не могу, короче, дозваться. Понимаю, что его нигде нет. Облазила все и под диванами, и под шкафами везде заглянула. Нету кота. Тут как бы два варианта. Постоянно было открыто окно на балконе, а это был четвертый этаж. То есть, либо он выбегнул из этого открытого окна через эти двойные рамы и упал на улицу. Либо, когда гости расходились, он шмыгнул в приоткрытую дверь, потому что мы же там пока прощались, пока кто-то возвращался, приходил, уходил. Короче, вы представляете себе эту картину. Либо он вышмыгнул в приоткрытую дверь. Короче, ну вот неясно, куда делся кот. У меня такая паника. В спешном порядке обзвонила там всех друзей, которые могли на этот момент подключиться к поискам. мы составили объявление с цветной фотографией, распечатали его, расклеили по всему району. Вот это коричневое, наверное, шоколадное. Я хочу попробовать. Прикольно. Расклеили, в общем, эти объявления по всему району. Я, естественно, обошла всех соседей. И свой стояк, свой подъезд. Два соседних подъезда. Ну, где-то мне открыли, где-то нет. Сами понимаете, майские праздники. Народ разъехался. И весь район мы обошли, везде его искали, по всяким кустам. Ну, мало ли, где-то забился. Ну, все, нету кота и все. Ну, как я переживала. Это было мое, как бы, первое серьезное, самостоятельно заведенное животное. То есть, я чувствовала за него ответственность. Лугала себя за вот это халатное отношение к открытым дверям, окнам. Ну, просто я надеялась, что он, как бы, благоразумный котик и не будет никуда уходить. Ну, котики. Вот. В общем, в таком режиме у меня пришло три дня. Три дня нет кота дома. Мы три дня его ищем. У меня уже к концу третьего дня вот истерика, знаете, уже достигла апогея. Потому что я понимаю, что если он вот куда-то сбежал на улицу, то он за эти три дня мог чухнуть на такое расстояние, что его просто уже невозможно будет теперь найти. Его мог кто-то подобрать, потому что котик был, он такой, ну, был и есть, пушистый, красивый, на тот момент еще маленький, сравнительно маленький, ну, как бы еще невзрослый кот, подросток. И такой котик мог легко кому-то приглянуться, по нему видно было, что он домашний. И, кстати, он на тот момент уже был кастреленный. Ну, то есть я понимала, что на улице он может просто не выжить. Классная халва. Ну, и, в общем, на исходе третьего дня я уже вечером часов в одиннадцать сидела, перелистывала фотографии его на телефоне, грустила, что вот не могу его найти. У меня реально какая-то началась уже, знаете, прям истерика. Я зайду на кухню, увижу его мисочки, начинаю рыдать. Зайду в ванну, увижу его туалетик, начинаю рыдать. Короче, столько слез было выплакано, ребята, за эти три дня. В общем, где-то часов в одиннадцать вечера мне приходит в голову шальная мысль пойти еще раз его позвать с балкона. Думаю, сейчас как раз машин поменьше едет. У меня такой шум. Вдруг он все-таки вспомнит о своем родном балконе и решит прийти к этому дому и услышит меня. Может, он где-то в кустах, там все-таки внизу где-то шкерится, мы его не нашли. Короче говоря, выхожу я на балкон и начинаю кыс-кис-кискать. Кыс-кис-кис-кис-кис-кис. Поначалу мне показалось, что у меня уже начались слуховые галлюцинации. Потому что я где-то на третью минуту своего вот этого кыс-кис-кис-кис-кис я слышу такое отдаленное, отдаленное кошачьи мяукой. Я говорю, поздравляю тебя, лиса. Ты уже сошла с ума на почве своих переживаний по поводу котика. В общем, я минут 10 еще там и проторчала на этом балконе, отбила его и слышала потом... Ну, нет, то есть я понимала, что мне не показалось, я реально слышала, как он где-то меня учит. Но не могу понять, где. А звук, он, знаете, доносится справа и немножко снизу, но не с улицы. И я не могу понять, ну где я, где он. Путем долгих прислушиваний к этому отдаленному мяуканью я понимаю следующее, что кот каким-то образом, когда, ну, в тот день вечеринки, когда были открыты все окна Настеж, в том числе не только балконы, но и вот эти раздвижные окна, это перемычки пластиковые, которые перед домом были установлены, что он пошел по карнизу, получается, моего балкона вправо и упал, но падая, зацепился каким-то образом за вот это вот пластиковое покрытие. Короче говоря, он упал, ребята, он упал на балкон этажом ниже, но еще и не по моему стойку, а вот по соседнему, то есть вот квартира, которая находится рядом на соседнем стойке. И на этаж ниже он там у них на балконе. А в той квартире, когда я обходила всех соседей, мне никто не открыл. И соседи с этой квартирой, за стенкой, сказали, что там идет ремонт, и там никто не живет. А я понимаю следующее, что балкон там у них не застеклен, а просто вот этот вот короб пластиковый, который перед домом установлен, ну вот он просто закрывает весь обзор и доступ к этому балкону. Что ремонт там в таком замерзшем состоянии, и когда хозяева туда вернутся, вообще неизвестно. и вызванивать кого-то из них это ну просто невозможно. И что уже три дня мой кот там сидит без еды и без воды. Что было с ним делать, вообще непонятно. Истерика набирала новые вороты. То есть теперь я знала, где мой кот, но не знаю, как его достать. В общем, полночи я прометалась по всей квартире, обзвонила, наверное, я не знаю, дикую кучу народа. В итоге у одного моего знакомого мальчика на тот момент был друг, который работал в службе, занимающейся рекламой на вот этих громадных счетах на билбордах. Он работал именно водителем вот этой вот машины с такой вот движной кабинкой, знаете, на которой они поднимаются на высоту и меняют вот эту рекламу. Короче, мы договорились с этим другом, что он на следующий день приедет на этой машине с утра. Мы поднимемся, получается, на уровень этого третьего этажа, где этот балкон, это злосчастные квартиры. Поскольку у них не застекленный балкон, а просто вот эти пластиковые покрытия, то там элементарно раздвигались эти рамы, и можно было попасть к ним на балкон. В общем, откроем эти рамы и залезем к ним на балкон и заберем кота. Ну, собственно, так все и произошло. На следующий день приехала эта машина, очень долго пыталась как-то заехать, подъехать, потому что там именно под балконами не было как таковой дороги, то есть машины там не ездили, там был пешеходный тротуарчик такой небольшой. В общем, как он туда заехал, я до сих пор не понимаю, как он там уместился. А вот мой апельсинь, она вкусная. Мой знакомый поднялся, ну, короче, селся в эту кабинку с сумкой такой большой в руках, подняли его до уровня третьего этажа, он залез на тот балкон, забрал кота в сумку, его засунул и привез ко мне. Вы знаете, ребята, вот этот момент, когда я взяла на руки это чудовище, которое мне за три дня умудрилось тени нервы вытрепать, я была настолько счастлива, что ну, я вам просто не могу передать эти ощущения. Я уже реально смирилась с тем, что я не найду это животное. Когда нашла и поняла, где он, долго переживала, что не смогу его туда вызволить из этого балкона, из этой квартиры. Ну, в общем, все закончилось благополучно. Он, конечно, был очень голодный, поскольку дни стояли жаркие, а там же, естественно, не воды, ну ничего, ну просто тупо голый балкон. Обезвоживание, ну, свозила его к ветеринару, вот ему смотрели, сказали, да все в порядке с котиком, кормите, любите, будет ему счастье. Ну, с тех пор у меня, ребята, все окна, все всегда закрыто, потому что надежды на этого товарища больше нет. ой, слушайте, какие сытные эти штуки сладкие, я уже, честно говоря, наелась и чай допила, и историю вам все рассказала. Если вам понравились мои восточные сладости, и мой котик, и моя дурацкая история про то, как он чуть не потерялся окончательно, не забудьте поделать меня лайками, ребята. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!